Расходы на оказание медпомощи на одного жителя Казахстана в 2020 году увеличатся на 76% и составят 92 тысячи тенге. Такие цифры озвучил министр здравоохранения на заседании правительства. По словам Елжана Бертанова, в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи внесены изменения. Новый перечень утвержден в системе ОСМС. О том, что же изменится для пациентов и пациентов больниц и поликлиник, поговорим с экспертом на связи со студией Забира Урозалиева, управляющий директор фонда социального медицинского страхования. Добрый вечер. Но возникает резонный вопрос. Коли увеличивают расходы на медицину, то значит должны расширить перечень оказываемых услуг? Или в данном случае деньги предусмотрены на другие цели? Безусловно, деньги идут и на расширение медицинских услуг в том числе. К примеру, в пакете ОСМС будет расширен перечень лекарственных средств, на которые опять же предусмотрены дополнительные деньги, которые будут идти на лечение в стационарных и в стационарно-замещающих условиях бесплатно. Также увеличены расходы на реабилитационные услуги. То есть, в принципе, человека, который нуждается во второй или третьей степени реабилитации, он будет их получать в системе ОСМС. В правительстве сегодня говорили о необходимости повысить охват граждан системы медстрахования. Сколько человек уже в системе и как привлечь остальных? На самом деле, на сегодня, если учитывать, что идут только отчисления от работодателей, да, это порядка 6 миллионов человек у нас застрахованы за счет отчисления работодателей. Но все остальное население граждан Казахстана, они вступят в систему медицинского страхования уже с начала следующего года. Ну и также необходимо отметить, что на сегодня у нас участниками, так сказать, медицинского страхования являются платежки единого совокупного платежа, которые оплачивают единого совокупного платежа уже сейчас. И практически 40% их взносов идет именно на систему медицинского страхования. В 2020 году, с 1 января, все мы начнем перечислять и отчислять свои взносы и, соответственно, будем вступать в систему медицинского страхования. То есть все население будет практически застраховано. Из, например, 18,5 миллионов, к примеру, на сегодняшний день, в 2020 году государство берет на себя обязательство оплачивать взносы за 15 категорий населения. А это уже больше доброй половины, то есть 10 с лишним миллионов человек будут застрахованы за счет государства. Помимо этого у нас есть работники, которые работают, за которых работодатели перечисляют на сегодняшний день отчисления, а также они будут сами платить взносы. Помимо этого в 2020 году, у нас 1 января, начнут оплачивать взносы граждане, получающие доходы по договорам гражданского правового характера, а также индивидуальные предприниматели за себя начнут перечислять взносы. И также будут перечислять за себя взносы самостоятельные плательщики в размере 5% от одной минимальной заработной платы. Вопрос такой, а кто в 10,5 миллионов, какие категории граждан входят? Да, это хороший вопрос. На самом деле в 10,5 миллионов населения входят у нас в первую очередь дети, получатели пенсионных выплат, инвалиды, лица, неработающие лица, ухаживающие за инвалидами с детства первой группы, лица, неработающие лица, ухаживающие за детьми инвалидами. Помимо этого, матери, многодетные матери, обладатели Алт-Налка, Кумасалка, мать-героиня, материнская слава. Также туда входят у нас официально зарегистрированные безработные, неработающие лица, ухаживающие за детьми, недостигшими 3 лет, неработающие беременные женщины. То есть это вот такой большой перечень неработающих получателей адресной социальной помощи. Это получается почти 60% населения. Это 60% населения будет обеспечено медицинским страхованием за счет государства. И здесь для именно этих 15 категорий граждан все виды медицинских услуг будут доступны в системе медицинского страхования бесплатно. Ну и, наверное, последний вопрос. Стоматологические услуги включат или нет? Стоматологические услуги для детей, то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, да, они включены в пакет ОСМС. Такой больной вопрос просто для населения. Спасибо вам за ответы. А я напомню, на прямой связи со студией была Забира Урозалиева, управляющая директора фонда спецсоциального медицинского страхования.